МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скоростная езда мотоциклов, особенно в вечернее и ночное время. Рев двигателей приятен лишь самим водителям. Места, где чаще всего нарушают водители, сотрудникам ГИБДД хорошо известны. Там и был проведен профилактический рейд «Мотоциклист». Во время рейда инспекторы объясняют водителям мототранспорта правила поведения на дороге и напоминают о важности соблюдения скоростного режима. На участках без ограничительных знаков он стандартный для города 60 км в час. Водители и пассажиры мототранспорта являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения. В отличие от автомобилистов, мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже в случае небольшого ДТП. Достаточно падения на скорости 10-20 км в час, чтобы пострадать, сломать руку или ногу, а в случае отсутствия защитного мотошлема получить черепно-мозговую травму. Поэтому мотоциклистам и водителям скутера необходимо особенно внимательно относиться к правилам дорожного движения и не допускать нарушений, и всегда иметь при себе права. Для того, чтобы ездить на таком транспорте, нужно нести еще больше ответственности, потому что опасность на автомобиле, но тем не менее ты в коробочке сидишь, а когда ты ездишь здесь, и кто-то не показал поворотник, уехал, то вероятность того, что ты будешь не там, где нужно, а где-то там, она велика. Кроме того, инспекторы следят за уровнем шума мотоциклов на проезжей части. В Самаре его порог 96 дБ. Для измерений используют специальный прибор – шумомер. За 6 месяцев 2023 года сотрудниками госавтоинспекции города Самары выявлено более 300 нарушений водителями мотоциклов. Наиболее, скажем так, подверженные нарушения, такие считаются у нас как незарегистрированные в установленном порядке. Это порядка 20 мотоциклов. Нарушение управления транспортом без мотошлема – 36 факторов. Ну и зачастую это, конечно, управление транспортом без страхового полиса – ОСАГО. Основными причинами аварии с участием мототранспорта по-прежнему остаются несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда, несоблюдение бокового интервала и правил маневрирования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова